Читайте прежде всего лучшие книги, а то вы и совсем не успеете прочесть их. Сегодня в цикле книги о Толстом мы поговорим о ряде изданий, которые объединены темой Лев Толстой и музыка. Эта тема затрагивается в нескольких статьях Сергея Львовича Толстого, которые вошли в книгу «Очерки былого», а также в работах Александра Борисовича Гальденвейзера, в частности в его книге «Вблизи Толстого». Но об этих изданиях мы поговорим отдельно. А сегодня я хочу показать вот такие книги. Это небольшая брошюра «Лев Толстой и музыка», авторы Гальденвейзер и Гусев. Единственное издание Москва, 1953 год. Есть также двухтомник «Лев Толстой об искусстве и литературе». 1958 год издания. Здесь собраны высказывания Льва Николаевича о тех или иных композиторах, произведениях искусства, в том числе о музыкальных произведениях. И также заслуживает внимания сборник, который подготовили Палюх и Прохорова, «Лев Толстой и музыка». Здесь также присутствуют высказывания Толстого о музыкальных произведениях. Здесь представлена хронология жизни и творчества Льва Николаевича. Прочитав эту книгу, вы можете узнать, когда к Толстому приезжали выдающиеся исполнители, пианисты, скрипачи. Когда знакомишься с литературой по этой теме, возникает ощущение, что Толстой находился в центре музыкальной жизни России с середины конца 19-го, начала 20-го веков. Действительно, Лев Николаевич общался со многими выдающимися музыкантами той поры. Среди его знакомых были Петр Ильич Яковский, Антон и Николай Григорьевич Рубинштейн, Константин Николаевич Игуннов, Сергей Иванович Танеев, Александр Борисович Гриденвейзер. Для Толстого играли многие известные исполнители, причем некоторые специально приезжали в Ясную Поляну или в Камовники, чтобы доставить удовольствие великому писателю своим исполнительским искусством. Достаточно сказать, что один из самых знаменитых камерных ансамблей рубежа веков, Чешский квартет, который дал единственный концерт в Москве в 1895 году, специально приехал к Толстому в Камовники, чтобы играть для великого писателя. Многие музыкальные произведения упоминаются в творениях Льва Толстого. Музыка звучит на страницах повести детства, в таких произведениях, как «Альберт», «Семейное счастье», «Война и мир», «Воскресенье», «Крейцерова соната», «Живой труп» и многие другие. Ни у кого не возникает сомнения в том, что Толстой был очень музыкальной личностью, что музыка для него значила очень и очень много. «Чего хочет от меня эта музыка?» – вопрошал Лев Николаевич. Действительно, мы знаем, что в эстетике Толстого принцип заразительности искусства играет очень важную роль. Как считал Лев Николаевич, истинное искусство должно проникать в душу слушателю, читателю, и слушатель должен испытывать то же, что испытывает композитор, когда сочиняет это произведение. Когда Толстой слушал музыку, он очень часто плакал, музыка выводила его из душевного равновесия, он очень тонко чувствовал музыкальную гармонию. Иногда Лев Николаевич допускал очень резкие высказывания о тех или иных композиторах или музыкальных произведениях. Возникает удивление, как Толстой, который очень тонко чувствовал нюансы музыкальных произведений, допускал явно несправедливые высказывания по отношению к позднему Бетховену, по отношению к творчеству Иоганнаса Брамса, Ференса Листа, многих выдающихся композиторов. Но, как заметил Александр Борисович Гальденвейзер, да, Толстой иногда мог высказывать вот такие вот субъективные, несправедливые суждения, о тех или иных произведениях музыкальной культуры. Но зато то, что нравилось Толстому, это действительно шедевры мирового музыкального искусства, и ни у кого не возникает сомнений, что это действительно одни из лучших произведений мировой классики. Если говорить об эстетических пристрастиях Толстого, о его вкусах, прочитав эти издания, мы убедимся в том, что Толстому очень нравилась народная музыка. Русские народные песни, цыганские песни и романсы. Толстому нравились простые безыскусные мелодии. Вот когда Ванда Ландовска приехала к Ольгу Николаевичу и специально играла для него на клавесине, играла старинную музыку произведения композиторов XVI-XVII веков, Толстой ей сказал, вы меня убедили в том, что именно тогда музыкальная гармония находилась в зените, а музыка последующих веков – это отход от этого музыкального совершенства. Но любил Толстой и музыку композиторов XVIII века. Он любил венские классики, Вольгенка, Мадея, Моцарта, Йозефа Гайдена. К Битковину было более сложное отношение, как мы знаем. Но от ранних романтиков Толстой очень любил. Шуберта, Шумана, Шопена он называл своим любимым композитором. К поздним романтикам отношение было более сложным. Высказывания Толстого о тех или иных произведениях мы найдем на страницах этих сборников. Как известно, многие произведения Толстого, многие его романы, повести также послужили источником вдохновения для творчества композиторов. Достаточно назвать оперу Сергея Сергеевича Прокофьева «Война и мир», которая впервые была поставлена в годы Великой Отечественной войны. Толстой не просто слушал музыку. Он умел играть на фортепиано и неплохо исполнял произведения среднего уровня сложности. Он учился играть на флейке, он пробовал сочинять музыку. Известен вальс, который Толстой сочинил с виолончелистом Зыбином. Безусловно, музыка была частью жизни Толстого. И ознакомившись с этими изданиями, мы поймем, как много для Толстого значила музыкальная культура, и как важен для него был тот мир звуков, который представлен в том числе на страницах его произведений. Спасибо за внимание. Читайте книги о Толстом.